В зрительном зале люди старшего поколения. У каждого свой жизненный путь, своя судьба, но все они таки остались неравнодушными людьми с активной жизненной позицией. Они действительно болеют душой за каждое свое село, за район в целом, за все, что происходит. И это помогает нам в решении многих вопросов и ставить задачи, которые сегодня на территории надо выполнять. Поэтому мне очень приятно с ними работать. Я горжусь, что у нас такие ветераны, такие люди, неспокойные душой. В год 80-летия Новосибирской области юбилейными медалями награждают тех людей, кто внес весомый вклад в процветание региона. Среди них бывший глава Преображенского, Легостаевского и Степного сельсоветов. Кроме того, сегодня оглашены итоги фотоконкурса «Родные пейзажи», организованного Советом ветеранов Скитимского района. Работы победителей вошли в фотовыставку и фотоальбом. Очень интересные фотографии. Есть такие моменты, когда даже удивляешься, как человек мог это запечатлеть и поймать этот момент. Лилия Рубцова победила в номинации «Жемчужина родного края». Она давно увлекается фотографией и уверена, что найти красивое место можно в любом уголке из Китимского района. Просто где бываю, у меня фотография всегда с собой. Вот отдыхаю, я, допустим, поехала на Беловский ключ. Ловила, ловила, облачко подошло, я сфотографировала. Была в Караканском бару на рыбалочке. Ага, тоже утром встала рано, говорю, как красиво, нужно сфотографировать. На праздники наградили победителей других номинаций. Всем ветеранам сегодня желают активного творческого долголетия. А подарком стал концерт новосибирских артистов. «Красну твою не старили ни годы, ни беда». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова